Напомню, неполадки заметили работники котельной села 8 января, когда температура и давление начали резко падать. Обнаружить место порыва сложно, так как вода не выходит наружу. Накануне в Знаменку выехали представители Минстроя и Хакресводоканала с прибором поиска утечек. В течение трех часов по результату обхода теплотрассы были зафиксированы шумы, которые свойственны утечке теплоносителя. Сейчас на месте предполагаемого порыва отогревают и поднимают грунт. Работы продолжаются, но еще параллельно мы поднимаем температуру на котельной, то есть для того, чтобы нагреть здание. Нанимаем разные меры, рассматриваем разные варианты. Поэтому мы надеемся, что учебный процесс у нас начнется с понедельника. Также стала известна еще одна причина, почему в зданиях не могут поднять температуру. В котельной исправно работает всего один котел, который не может обеспечить даже минимум 80 градусов. О том, что котельная работает не на полную мощность, администрации села было известно еще в ноябре. Однако, по информации Минстроя Хакасии, сельские власти бездействовали.